Тема сегодняшнего пятничного эфира — это «Женщины глазами мужчин» и под тема — это «Сильные женщины». Сегодня будем рассуждать на тему, что такое «Сильные женщины», и я предлагаю сразу обрисовать такой некий дискурс, в котором мы будем работать. Сначала мы посмотрим на то, что же такое «Сильная женщина», потом посмотрим на это понятие в индивидуальном формате, когда женщина живет одна. А потом в формате взаимодействия с мужчиной, то есть это плюсы и минусы, которые могут быть. И опять же взаимодействие, скажем так, условно, с социумом, чтобы рассмотреть эту тему с разных сторон. Согласен? Ты классно подготовился. Да, но я стараюсь готовиться, да, не всегда получается полностью, но предлагаю задать такую тематику. И давай начнем с того, что же, на твой взгляд, означает понятие «Сильная женщина»? Ох, ну, наверное, сейчас соображу. Наверное, многим не понравится то, что я скажу. Я считаю, что есть «Сильная женщина» и есть «Псевдосильная женщина», которая думает, что она сильная, но на самом деле нет. Что я понимаю под понятием «Сильная женщина»? Наверное, проще объяснить её через какие-то признаки. Да, у сильной женщины, ну, если она такая интроверт, она, скорее всего, ну, она может быть не замужем, она может жить одна, но если у неё нет интроверсии, да, скорее всего, она будет замужем и замужем за сильным мужчиной. И это будет такой брак, когда два человека вместе, они как бы питают друг друга. То есть один плюс один равно три. То есть они начинают, когда они в браке, они начинают расти и социально, и финансово, и со всех сторон. Второй признак к сильной женщине, у женщины, у неё успешные дети, самостоятельные, самореализованные. Они самореализуются, делают какие-то свои бизнес, какие-то свои дела. То есть два признака, по которым я понимаю сильную женщину. Первое, она всегда замужем за сильным мужчинам, у неё всё хорошо, она самостоятельно, она не зависит ни от чьих мнений. То есть она не переживает, если кто-то что-то скажет, да, вот она не зависит от чего-то мнения, она самодостаточна. И третье, у неё успешные дети. Соответственно, псевдо-сильные женщины, которые, они на первый взгляд сильные женщины. Я буду задавать вопросы, да, чтобы мы сильно не уходили от темы. То есть то, что ты описал, я думаю, что, в принципе, на этом можно подытожить, сказать спасибо большое. Сильная женщина – это плюс, и становитесь сильными женщинами. Я про то, что ты всё-таки описал такой позитивный образ, да, потому что сильная женщина – это не всегда восприятие. как с позитивной точки зрения, да, то есть как бы вот ты сказал, что есть два восприятия, да, то есть в хорошем смысле, вискром, так условно, в негативном, в отрицательном ключе. То, что ты описал, то есть… Я говорю, что в отрицательном. Просто есть женщины, которые думают, что они сильные, поэтому я их называю псевдо-сильные. То есть они на самом деле, они не сильные. И вот если женщина говорит, мне попадаются слабые мужики, это признак того, что это псевдо-сильная женщина. Ей, чтобы тебя хорошо чувствовать, ей нужно, чтобы рядом был слабый. Ей нужно его контролировать. Она не чувствует надёжность этого мира, она не чувствует надёжность мужчин. Она орёт на детей, у неё дети всегда вот такие зашуганные, послушные и так далее и тому подобное. Вот я это имел в виду, ты меня не дослушал. Да-да-да, я понял, да, что есть несколько восприятий. Давайте тогда мы рассмотрим эти понятия тоже, да, скажем так, сильная женщина и псевдо-сильная женщина. Потому что, я думаю, в этом есть отличия. И многим людям, тем, кто сейчас к нам будет присоединяться, и те, кто будет смотреть записи, будет важно понять, чем же эти женщины отличаются, да, то есть и в чём, может быть, какие-то сложности. Назовём так, да, то есть я подытожу, как ты сказал, то есть сильная женщина, она самодостаточная, то есть у неё рядом с ней сильный мужчина, у неё дети со здоровой психикой, назовём так, да? И всё организованные дети. Да, и в принципе всё как бы гармонично в отношениях с окружающими, с близкими, там, с коллегами, с друзьями и так далее и тому подобное. Отлично, это такой классный взгляд. Тогда такой вопрос. Как часто ты встречаешь именно таких сильных женщин? Ну, в кино встречаешь. Ну, смотри, они же сильные женщины, они самодостаточные. Вот у меня была одна клиентка, она такая очень сильная, самодостаточная, но она не замужем. Она родила ребёнка для себя, живёт и полностью её всё устраивает. Но она вот такой именно интроверт. То есть она сама для себя, она сильно не парится, всё хорошо. Она абсолютно самодостаточная и у неё ребёнок вот тоже абсолютно самодостаточный, самореализованный. Тогда такой ещё вопрос уточняющий, да? По каким критериям можно понять, что женщина сильно вот в таком... Давай всё-таки будем называть в правильном ключе, да? То есть правильный ключ и отрицательный ключ, то есть это не говорит о том, что это плохо, да? Ну, как ты сказал, то есть псевдо-сильные женщины, да? Вот давай всё-таки рассмотрим критерии правильной сильной женщины, потому что, то есть я говорю, что большое количество разных взглядов, разных мнений по поводу сильной женщины. Сейчас многие специалисты в том числе учат женщин, что нужно быть слабой, нужно быть податливой, нужно быть гибкой, нужно где-то подстраиваться. Плюс на это, опять же, налагает воспитание в каких-то семьях, да, то есть в каких-то случаях это религиозная составляющая, может быть, даже там национальная составляющая. То есть опять же всё очень сильно может отличаться в зависимости от того, в какой стране живёт человек, женщина, да, то есть в какой социальном классе, скажем так, и тому подобное. Ну смотри, я считаю, что сильная женщина, она может, для неё не ограничения, вот не национальная история, не религиозная история, то есть это не зависит от этого. То есть сильная женщина может быть при любой религии, я считаю, но она, допустим, абсолютно верующая, выполняет все, что там положено по религии, выполняет, ну, религия никак не мешает. Быть сильной или быть слабой. То есть вот быть на вторых ролях, да, не лечить вот своего мужчины, не манипулировать им, это тоже своего рода силу нужно иметь. Ну, я потому что вот как... Да, да. Псевдосильная, она тревожная на самом деле. И у неё тревогу вызывает вот это быть на вторых ролях, быть за мужчиной, у неё это вызывает сильную тревогу. Понимаешь? Ей надо якобы быть сильной, якобы быть впереди, но на самом деле она не такая, на самом деле она просто тревожная. У неё вот это вот быть на вторых ролях, быть за мужчиной, у неё эта ситуация вызывает сильную тревогу. Она не может выдержать в этой роли. Понимаешь? да я тебя понимаю я просто чтобы мы как-то вкратце обрисовали какие по каким критериям можем понять что женщина сильно в позитивном ключе это потому что те кто посмотрят возможно не будут вопросы как я могу у себя это идентифицировать да то есть по каким признакам опять же есть какие-то социальные госты проявления успеха у человека условно да то есть мы опять же не говорим о том что то есть они могут отличаться да но есть какие-то скандарт пунктики по которым человек общем там посмотрит наше видео и сможет понять допустим где у него это в позитивном ключе проявлено где-то может как ты сказал какая-то проявляется тревожность то есть хотя бы то есть опять же свой такой взгляд мы здесь делимся все-таки таким своими наблюдениями даты своими умозаключениями и опять же мы не претендуем на истинно последней инстанции что только вот так вот да и никак и иначе то есть опять же у каждого правда может быть своя да я рассказываю со своей колокольни ну если мы возьмем внешние признаки вот по которым вообще можно понять что эта женщина даже не знаю как вот как мы будем делить вот эти сильные женщины ну да назовем тогда сильная и стремящийся стать сильным можно так назвать стремящийся нет не согласен она не стремится стать сильной она живет в иллюзии что она сильная понимаешь тогда сильная женщина и иллюзорно сильная женщина так чтобы понятно потому что всем приставкам все дать им не нравится может быть да псевдо без разницы я просто про то что опять же чтобы нас не было разочтение да это сейчас то если люди пишут в поисковике сильная женщина да то есть и не выдаст опять насколько я знаю что это сама достаточная женщина у которой сильный мужчина у которой здоровые дети там скорее всего выдаст совсем другое вот почему мы взяли такую тему я про то чтобы не было в наших наших повествовательных разночтений действительно возьмем скажем так условно самодостаточная женщина до этого женщина у которой все гармонично скажем так в жизни да и псевдо сильная женщина вот давай возьмем как два таких критерия два определения назовем так если какие-то допустим пункты какие-то критерии по которым допустим ты можешь понять что эта женщина она умеет скажем так у нее вот это вот есть у нас условно говоря тело разум мысли и у неё достаточно все это между собой гармонично то есть нет такого что она думает одно а делает совсем другое а подразумевает она 3 в этом плане и один и дальность главных признаков это то что она умеет понимать контекст ситуация то что в этой ситуации лучше поступить вот так вот а в этой ситуации лучше получить поступить вот так вот она очень хорошо понимает контекст ситуации что происходит а мне вниз на нету вот я какая-то не такая вот они не тут что какая бы ситуация ни была у нее нет вот этих понимания что я здесь какая the жертва я какая то меня здесь обижают она четко умеет видеть границы ночью или что этот человек вот такой он может даже там истерить обзывать там что-то говорить но она четко понимает что вот то что человек Говорит, к ней это никакого отношения не имеет. Ну, смотри, допустим, опять же, я приведу к тому, то есть ты все-таки озвучишь такие внутренние качества, то есть качество либо эмоциональное поведение. То есть если мы возьмем, допустим, сильный мужчина, то есть что мы определяем? То есть это, допустим, накачанный мужчина, который может поднять, то есть просто мы берем определение, который может перетащить, который, допустим, может взвалить, который, то есть просто мы возьмем сейчас определение сильный мужчина. Это мужчина, который выполняет физическую работу. Мужчина, лежащий на диване и чешущий, что кому чешется, очень сложно его, глядя на него, понять, что он сильный, без каких-то действий. Поэтому, вот здесь написали, пойду лучше в кино, посмотрю, да, удачи вам, всего наилучшего. Я про то, что все-таки есть какие-то критерии, именно внешние, либо они не зависят. Например, допустим, социальный статус, наличие чего-то, наличие семьи, наличие мужа, наличие детей. Влияет ли это на показатели самодостаточности и на силу женщины? То есть является ли это неким таким критерием? Либо, допустим, может женщина, не знаю, работать учителем, но быть гармоничной и быть самодостаточной, и можно ее считать сильной женщиной. Да, то есть это ни от профессии, ни от чего не зависит. На мой взгляд. То есть, в принципе, да, никаких таких, на твой взгляд, составляющих, никаких критериев нет, да? Ну, скорее всего, она будет на какой-то руководящей должности работать, потому что, да, если она сильная, ей нужно этот характер где-то проявлять. То есть она такая сидеть дома, она точно не будет. То есть есть какие-то критерии, которые, допустим, достижения, либо целеустремленность, либо активность. Ну, опять же, пассивная, сильная женщина, но, опять же, очень сложно будет понять, что она сильная сама по себе, да? Угу. Окей. Тогда давай затронем критерии, допустим, псевдо-сильных женщин, да? То есть по каким параметрам можно понять, что, допустим, это псевдо-сильная женщина? Пиша, она тоже, скорее всего, будет на каких-то руководящих ролях работать, потому что ей нужно где-то идти и понимать, что ей нужно, что она сильная. То есть она сама по себе принять эту ситуацию, сама себя понимать, она не может. Ей нужно какие-то регалии, ей нужны какие-то вот, что вот ей будут, они будут говорить, что ты сильная. И для этого, в принципе, ей слабый мужчина нужен, потому что, во-первых, его нужно контролировать, что его нужно лечить, его нужно спасать, его нужно что-то с ним делать. Им как-то им можно манипулировать, потому что сильный мужчина, им же невозможно манипулировать, он же не будет слушаться женщину. Да, а вот тот, который будет слушаться, вот он как раз вот ей идеально, его можно контролировать. И вторая штука, для чего он нужен, сильный мужчина, это, конечно, такая есть история у девочек, чтобы тебя считали красивой, тебя точно, чтобы 100%, тебе нужно, чем при этом была страшная подружка. Да, ты приходишь с ней и на вечеринку, и ты рядом с ней по-любому 100% красивая. Вот и слабый мужчина им нужен для этого, чтобы рядом с ним точно выглядеть сильной женщиной. Вот он лежит на диване, ничего не делает, чешет одно место, и я такая на трех работах, и все говорят, какая сильная женщина. Но на самом деле она тревожная женщина. Да, я вижу, что к нам тут присоединяются как раз женщины в нашем чате. Я прошу вас тоже такой вопрос, напишите, как вы понимаете определение сильная женщина. Нам тоже будет очень важно почитать именно как женщины, да, понимают этот термин и что они под этим подразумевают. Окей, отлично. Я опять же про то, то есть, ну вот, я тебе буду немножко все-таки парировать, да, то есть, женщины скажут, что вот, когда я встретила мужчину, он не был слабым. Он же в процессе стал слабый. Вот, как ты сказал, что псевдо-сильная женщина нужен слабый мужчина. И многие возразят, нет, он не был слабым, он, допустим, там работал, он там решал какие-то вещи. Но вот в процессе, как сказать, да, не знаю, там, луна там встала в скорпион, либо там, не знаю, там, солнечное затмение, вот что-то произошло, то есть, ну, это очень сложно отследить. И мужчина поменялся. Очень классно переложить ответственность на луну, на солнце, там, на что-то-то ещё. Прям очень такая хорошая идея, но это обычно ответственность перекладывают как раз-таки слабые. Инфантик, женщины сильные, ответственность не перекладывают. Не на чудеса чудесные, не на луну, не на Меркурии, не на что-то другое. А то, что вначале он работал, это он где-то как-то что-то, может, там, что-то его смотивировало. Но изначально он уже был, он был предрасположен быть слабым, изначально. И он увидел её поведение, и, ну, в общем, они сошлись, помогли друг другу. Отлично. То есть не то, чтобы она делала его слабым. Я с этим, с этой позиции не согласен, он тоже не баран, знаешь, мужчина. Чтобы из него сделать слабый, из сильного мужика слабого не сделаешь. То есть он изначально был предрасположен быть слабым. Тогда тебе такой вопрос, бывает ли в хорошем ключе слабые мужчины? Конечно. Не все должны быть героями, космонавтами и так далее и тому подобное. Можно быть и простым, не знаю кто там, слесарем. И он же от этого плохим не становится, от того, что он слесарь. От того, что он не сильный, ничего не достигает, не борется ни с чем, не сражается, ни миллионы не зарабатывает. Это не делает его плохим. Смотри, тогда вот ты очень классно сказал. Давай все-таки будем, ну как, рассмотрим ситуацию с позиции сильная женщина по отношению к мужчине. То есть вот мы взяли тему, что сильная женщина. И мы сейчас все-таки, ну как бы очень сложно, как мы понимаем, в отрыве. То есть мы начали с того, что как может проявляться сильная женщина сам на сам. То есть просто в индивидуальном ключе. А сейчас мы рассмотрим сильная женщина по отношению к мужчине. О чем это говорит, допустим, сильная женщина, тем более ты сказал, что рядом с псевдо сильная женщина слабый мужчина. То есть опять же мы это понимаем в сравнении, да, что женщина в данном ключе сильнее мужчины. Если, допустим, в нормальных отношениях сила женщины по отношению с мужчиной, как проявляется, на твой взгляд? Это такие отношения, как она не лезет в его дела, она не влечет его, она его не спасает, она не говорит ему, как поступать, она полностью ему доверяет. То есть это такое, он самодостаточный, она самодостаточная. И в любой момент она может его поддержать, а он в любой момент может её поддержать. Я говорю, когда они вместе, то есть встретились два человека, и оба начали расти в социальном плане и финансовом плане, вот это вот признак того, что встретились два сильных человека. А вот в деструктивном ключе, то есть сильная женщина, то есть она получается во многих аспектах сильнее мужчины, да? Ну, скажем так, она будет брать вот эту лидерскую позицию и делать всё, чтобы другие эту лидерскую позицию ни в коем случае не взяли. Ни дети, ни муж, ни кто-либо другой. То есть она не будет давать, позволять другим быть лидерами в её семье, ни другим родственникам, никому. Всех будет под себя подгребать, потому что ей нужно всех контролировать, и для неё большая тревога быть на вторых ролях. Тогда давай просто, опять же, вот мне очень интересно твоё мнение, несколько предположений, почему, допустим, такая модель поведения может сформироваться, скажем так, у девочки. То есть понятно, что кто-то уже приходит к этой позиции во взрослом возрасте, но мы всё-таки немножко проанализируем, допустим, этап становления псевдосильной женщины. Это по-любому из детства, 100% из детства. И это чаще всего два варианта, там могут быть всё что угодно, разные ситуации, но чаще всего два варианта. Либо она повторяет то, что транслировала мама, то есть как мама, мама папу подавляла и жила, и она точно так же, да, тревожная живёт. Либо там может быть ситуация, что папа пил, гулял, маму пил, и у неё такой, я не хочу, как мама. То есть это в любом случае какой-то некий такой пример, да, то есть которому девочка подражает и в итоге вырастает. Отлично. Мы, в принципе, рассмотрели плюсы и минусы, да, но опять же, давай посмотрим со стороны мужчины, да, то есть мужчина, который оказался рядом с сильной женщиной, да, то есть предположим, и всё-таки у нас такой мужской взгляд на данную тему, то есть у нас как бы женщина глазами, мужчина и сильная женщина. Мы рассказали, опять же, предположительно, как могут проявляться женщины, да, то есть сейчас именно с позиции мужской. В чем могут проявляться какие-то конфликты, в чем, опять же, ну, в принципе, можно сказать, ну, женщина берет ответственность, ну, окей. Да, то есть, опять же, многие люди скажут, ну, хорошо, она все решает, она не позволяет делать ни мужу, ни детям, а что в этом плохого? Да, то есть, я вот забегая вперед, то есть, предполагаю, какие могут быть комментарии, да, то есть, опять же, а что плохого? То есть, мужчина, не знаю, там, поливает грядки, опять же, то есть, ну, как бы женщина полностью устраивает, что он там занимается надписательством, да, таким волшебным. Вот, дети там тоже постоянно под присмотром, то есть, женщина все решает, в чем сложности, и есть ли вообще сложности в таких отношениях. В отношениях, где женщина сильная, мужчина слабый? Да, ну, вот я, допустим, опять же, условно, озвучу, да, восприятие женщины, скажу, что у меня, допустим, в семье так, муж слабее меня. Потому как это устраивает, если устраивает их обоих, и устраивает, что она сильная, а он слабый, а его устраивает, что он слабая, она сильная, условно говоря, если мы идем в эти условности, как типа сильная, типа он слабый, Если все их встраивает, то, как правило, она его будет, конечно, шкнить, говорить, ты сидишь на диване, ты гвоздь забить не можешь, но его это все будет абсолютно устраивать. Да, я лежу на диване, да, они могут поссориться, поскандалить, но разводиться они никогда не будут. И вот эта вот жизнь, они постоянно будут скандалы, ссоры, но это часть их жизни. Отлично. Я тогда, вот мне пришла в голову такая мысль, вот если все-таки я становлюсь на позицию людей, которые могут посмотреть и писать комментарии, да, то есть я тебе буду вот именно с их позиции задавать вопросы, да. Опять же, вот тогда возникает следующий вопрос. А почему вот самодостаточные, ну, назовем так, отношения, самодостаточные женщины, самодостаточные мужчины лучше, да, потому что часто психологи объясняют, что, допустим, там, нужно стремиться к эмоциональному здоровью, да, то есть нужно следить за своим ментальным. Здоровьем, допустим, там, нужно отрабатывать какие-то негативные паттерны из детства, да, вот тебе, опять же, прямой ответ, да, то есть в принципе любой человек, то есть сильная женщина найдет слабого мужчину, да, и, как ты сказал, то есть если обоих это устраивает, то, в принципе, ну, что в этом плохого. Тогда в чем задача вообще стремиться к здоровым отношениям, вот к самодостаточным отношениям и насколько вообще это важно. Может быть, вот эта модель поведения, то есть, опять же, я не свою точку зрения озвучил, да, а вот людей, которые могут прочитать, они могут сказать, ну, вот семьи, большое же количество семьи так живут. Например, там, женщина тянет, там, не знаю, ментально, эмоционально, может быть, даже материально, да, то есть семью, да, то есть где-то, может быть, там, выходит из себя, высказывает там детям и мужу, но, в принципе, может быть, это нормально. Почему все люди так не живут? И почему вот это есть пресловутое, что какие-то есть идеальные отношения, да, то есть есть какая-то идеальная, опять же, компенсация, что в чем-то мужчина сильнее, в чем-то женщина сильнее. Вот тебе такой... Ну, опять же, вот это вот идеальные отношения, это же, ну, очень такое условно, относительное понятие, относительно чего идеально, понимаешь? Относительно дурдома, это отношения могут быть прекрасно идеальными. Ну, смотри, опять же, большое количество, допустим, скажем так, спикеров, да, которые проецируют, что женщина должна быть за мужчиной, замужем, да, что мужчина, допустим, должен выполнять какие-то функции, не знаю, там, ну, опять же, то есть в этом случае, опять же, сила мужчины. То есть я сейчас просто говорю из-за тех, то есть, ну, это всячески тоже транслируется, и большое количество поклонниц у данного взгляда, скажем так, да, я говорю, что вот женщина должна поддержать мужчину. Ну, то есть, опять же, давай возьмем фактор, допустим, сильная женщина, которая, ну, псевдосильная женщина, да, которая реализует себя в социуме, может быть, даже больше у нее получается, как ты сказала, на руководящей должности, а мужчина получает меньше, вот что в этом плохого? Ну, во-первых, она всегда будет страдать, потому что подсознательно, бессознательно, она все равно же будет хотеть не быть вот этой вот сильной, потому что это, понимаешь, это тревожность, это невроз, это постоянные будут страдания, я хочу одно, получается другое, вот это, я на самом, она не на самом деле хотели бы, они же часто и говорят, эти женщины, что нет, я так хочу встретить сильного мужчину, я так хочу быть, вот, чтобы он меня взял на ручки, но я не могу, вот, они не говорят, я не могу, но почему-то не получается, да, вот эта ответственность прикладывается на что-то, какие-то обстоятельства, они не понимают, что это у них там, вот, вот эту вот тревогу, у них это проблема, которую нужно решать. И как только они разберутся, это произойдет вот психологическое взросление. Мужчина – это какой мысльный критерий? Да, Салтанат, очень интересно было бы узнать ваши критерии, напишите, пожалуйста, а мы потом озвучим свое мнение. Да, очень интересно женское мнение, сильный мужчина – он такой мужчина. Потому что, как я сказал, сильный мужчина – это может быть восприятие мужчин, да, то есть это может быть одно, это какие-то качества. По отношению с женщиной это могут быть совсем другие качества, и опять же, то есть они могут эти качества отличаться от, ну, у каждой женщины, да, то есть могут быть какие-то свои критерии. Да, мы тоже вас приветствуем. Смотри, опять же, такой вопрос, то есть я часто сталкиваюсь с этим на консультациях, как ты сказал, что мне не совсем понятно, откуда идет вот это вот желание. Потому что, допустим, у меня была девушка на консультации, она говорит, что у меня бабушка была сильнее деда, да, то есть одно. Говорит, моя мама была сильнее моего отца. Говорит, мне попадались мужчины слабее меня. Вот ты говоришь, что у них есть подсознательная потребность, чтобы был сильный мужчина. Откуда она идет, если женщина не сталкивалась с этим никогда? Да. Ну, скажем так, не в семье, не в родовой системе, то есть, ну, может быть, опять же, скажем так, условно, она, конечно, смотрела фильмы какие-то романтичные, да, вот. Это говорит о том, что ей не нравилось то, как ведет себя мама. Ей не нравилось, как мама ведет себя по отношению к папе. И тогда у нее вот это вот работает, я не хочу быть такой, как мама. То есть это такое желание, условно назовем так, спасти папу, да? То есть я тогда не могла его спасти, то есть не могла где-то... Может быть, может быть. Угу. И вот из этого возникает такое желание, что мой муж не должен быть, ну, опять же, это может быть, как и сейчас предположение, то есть, опять же, это нежелание, чтобы муж был похож на отца, да, в том числе. Потому что, хотя, опять же, у меня были клиентки, которые вот мы разбирали такие ситуации, что нет, допустим, меня полностью устраивает мой отец, я говорю, а почему тогда ты хочешь мужчину непохожего на отца, да, то есть, ну, как сказать, если меня все устраивает, допустим, там, проживание в какой-то стране, то нет мысли о переезде, допустим, да, но это, опять же, такой мой взгляд. Вот, как ты сказала, то есть, это, может быть, опять же, тоже поделюсь, то есть, либо это непринятие мамы, да, то есть, я не хочу быть как мама, то есть, это один такой протест, да. Второй протест я не, ну, допустим, не до конца воспринимаю отца, да, то есть, опять же, по каким-то критериям, Либо, опять же, через призму мамы, как мама к нему относилась, и, может быть, мне это не совсем комфортно. То есть, опять же, могут быть вот такие вот причины вот этого стремления какого-то. Хотя понятно, что мы где-то будем повторять родовые паттерны, повторение наших родительских сценариев. Если у нее еще не было вот это принятие мамы, то есть она может свою жизнь, условно говоря, «Мам, ну смотри, ну можно было же вот так вот, и как бы своим примером показывай маме. Мам, смотри, можно же прогибаться было под мужчину, да, ну можно же было прогибаться, слушаться быть мужчиной, быть вот этой тихой, покорной, робкой женщиной, и тогда бы у нас в семье было бы все хорошо и безопасно, но еще может быть вот такая история». Отлично. Здесь вот написали комментарий, просто время поменялось, женщины стали самодостаточные, мужчинам это не нравится. Ну и здесь опять же вопрос, каким мужчинам, да? Каким мужчинам это не нравится? Если мужчина, скажем так, опять же, ну вот то, что мы разбирали, по-моему, с тобой, равноправие, да, то есть как бы есть разное восприятие, когда, допустим, женщина хочет рядом с собой папу, есть мужчина, который хочет рядом с собой маму, есть, допустим, там два ребенка, которые ждут какого-то третьего, да, кто будет решать их все проблемы. И есть, скажем так, условно, здоровые отношения. То есть, в принципе, если женщина может найти самодостаточного мужчину, то, я думаю, никаких проблем не будет. То есть, опять же, самодостаточное мужчины в том числе заключается в том, что мужчина не считает нужным соревноваться с женщиной. То есть его не будут задевать, скажем так, если женщина в чем-то успешнее его, если она там получает больше, то есть у меня тоже был определенный период, когда мне это было не совсем комфортно, да? То есть сейчас я понимаю, что, как сказать, женщина может зарабатывать больше абсолютно нормально. Но если женщина, опять же, начинает упрекать этим мужчину, что смотри, ты должен соответствовать мне, не должен. Скажу, как мужчина, никто никому ничего не должен. То есть, опять же, если вы хотите мужчину дотянуть до своей самодостаточности, ну, это уже, либо, как мы сказали, то есть вот это желание спасти, да, то есть я сделаю из тебя мужика, да, как раньше было такое выражение, что армия сделает из тебя мужика. То есть есть категория женщин, которые, скажем так, вот нужно его взять из грязи, да, то есть вывести в князе, то есть, как сказать, отмыть, очистить. И потом такие женщины удивляются, а почему он ушел, да, вот я же все для него сделал, он со мной больше стал зарабатывать и работу поменял, и стал более успешный, там, друзья у нас сейчас, в общем, там, такие богатые. Это, опять же, часто бывает из-за потребности вот спасти мужчину, а когда его уже спасли, то есть смысла в нем нет, так же, как условная история про Золушку. Если у принца есть желание спасать Золушек, то он в какой-то момент, то есть, спас, а потребность вот эта остается. Здесь написали так, Салтанат написала, мне кажется, я не умею себя ценить, и, соответственно, не понимаю ценность мужчины. Это очень важная такая вещь тоже, поделюсь, что, чтобы понимать, то, что я рассказываю, допустим, на обучении и на мастер-классах, чтобы понять, что, допустим, там должен делать мужчина, нужно четко понимать обязанности и критерии женщины, да. То есть мужчина, то есть мы вообще, если мы берем вот этот некий такой симбиоз, то есть некую такую синергию, да, то мы являемся такими дополняющими составляющими, скажем так, да, то есть какого-то пазла. То есть понятно, что мы все целые, да, то есть у нас есть у мужчины и женщины какие-то дополняющие функции, допустим, да, там, как сказать, ну, мужчина более выносливый, допустим, физически, да, конечно, что есть женщины тоже, которые, допустим, там тягают и камазы и так далее и тому подобное. Но чтобы понять, допустим, ценность мужчины, в том числе, я думаю, вам поможет понимание ценности даже не то, что своей, а ценность женщины, да, за что ценят женщины, можете поспрашивать мужчин, можете поспрашивать, допустим, знакомых подруг. Для меня, допустим, когда я работаю над собой, допустим, там, ну, в плане, допустим, успеха, я спрашиваю своих друзей, а что для вас успех, да, что для вас является критерием успеха, потому что не все ответы мы можем найти именно внутри себя, пока мы еще к этому не пришли, и поэтому такой вот сравнительный анализ, он очень важен, да, то есть можно, опять же, начать с тех же самых, у меня, допустим, есть в игре «Магия любви» обязанности в семье, да, просто пропишите обязанности, обязанности мужчины, обязанности женщины, не знаю, там, если есть дети, обязанности детей в зависимости, опять же, там, от возраста. И вот постепенно из-за таких вот, на мой взгляд, пазликов будет складываться такая общая картина, да, ну, мы точно понимаем, что, допустим, мужчина не вынашивает детей, да, мужчина, допустим, там, не носит юбки, хотя, в принципе, да, можно сказать, да, сейчас время меняется, можно делать то же самое, да, почему, опять же, то есть у нас есть какое-то восприятие, да, что сейчас, как бы, больше все стремится к равноправию, допустим, ну, а мужчине юбку нельзя носить, почему? Вот у меня такой вопрос, как у мужчин, почему, да, если все вот можно, как бы, можно работать наравне, можно получать наравне, можно выполнять какие-то обязанности наравне, Почему? У нас есть какие-то критерии, то есть я не призываю мужчин надевать юбки ни в коем случае, да, но, то есть, опять же, как бы женщины носят брюки, да, то есть даже вот в сторону женского как бы меняется восприятие, а есть вещи, которые мужчинам до сих пор не позволяют, да, то есть в том числе мальчикам плакать, показывать эмоции, то есть то, с чем мы, в принципе, с тобой сталкиваемся, опять же, в работе, в консультационной практике, да, то есть с мужчинами. Хоть все меняется, как бы, и опять же, то есть, ну, большое количество мужчин приходят с глубоко запрятанными эмоциями, с непозволением себе, непозволением себе в том числе быть слабым, да, то есть где-то проявлять эмоции, где-то уступить, да, то есть все-таки вот эти вот нюансы и есть. Да, здесь Оксана написала, это было бы идеально быть самодостаточными и развиваться вместе, каждый в своем направлении, не конкурируя, а вообще самое главное, любовь, она победит все. Ну, да, опять же, я думаю, что мы сделаем какой-нибудь прямой эфир по поводу любви, потому что вот я тоже на фестивале «Солнце в ладонях» проводил мастер-класс «Что такое любовь», да, и любовь, она разноформатная, назовем так, да, и кавира, что, то есть раньше, когда выдавали детей, то есть раньше люди женились, то есть там никакой любви особо не было. То есть тогда было, ну, скажем так, в средние века было четкое понимание, что женщина вырастет и выносит детей, да, а женщина, глядя на мужчину, понимала, что он уйдет утром в поле и никогда не оставит ее без пропитания. Скажем так, там любви, опять же, почему-то выражение «стерпится, слюбится», да, то есть сначала женились, а потом любовь появлялась в процессе. А сейчас, как бы, опять же, ну, это такая большая глубокая тема, то есть большое количество людей притягивается не любовью, а травмами, да, то есть либо это физиология, да, то есть какие-то гормоны, да, которые вот, опять же, заточены на то, на продолжение рода, да, то есть опять же, они заканчиваются через три года, чтобы было время зачать ребенка и как-то его поднять. Поэтому это такая большая тема, я думаю, что мы ее как-нибудь обязательно разберем и любовь глазами мужчины, глазами женщины. Ага, отлично, тогда, в принципе, возьмем такое понятие, допустим, вот мы поняли, что, допустим, там, может быть, могут быть семьи, да, как, где сильная женщина, она берет на себя ответственность, она несет какие-то, выполняет семейные обязанности, да, то есть может быть делать больше, чем муж и дети, не позволяя им где-то забирать у нее вот эту ответственность. Как это может проявляться, да, вот ты очень классно сказал, допустим, в отношениях с женщинами, да, вот привел пример, что когда, допустим, у женщины, ну, опять же, красота такое понятие относительно, да, да, чтобы нас не закидали помидорами, ну, и считается, то есть такая, как анекдотичный такой пример, да, что у красивой женщины должна быть обязательно страшненькая подружка, да, потому что на фоне ее она может как-то выделиться и выглядеть более эффективно, да, то есть, в принципе, к чему ты подвешь, что если рядом с сильной женщиной слабый мужчина, то она выглядит, ну, там, в войне, в тройне в десять раз более сильной, назовем так, да, в отношениях с женщинами, то есть не с противоположным полом, а именно в отношениях с женщинами, как проявляется вот эта вот псевдосила и проявляется ли она вообще? Ну, конечно, она ей же должна быть главной над всеми, естественно, она будет пытаться женщин прогнуть под себя, и там будут сто процентов конфликты. Угу. Тогда можно чуть-чуть подробнее, то есть с помощью чего, допустим, это происходит, и как это может проявляться, чтобы, допустим, опять же, люди посмотрят, скажут, да, вот, допустим, моя подруга хочет реализоваться за счет меня, либо там наших каких-то отношений. Критика, прежде всего, да, они будут лезть со своей критикой, со своими советами, там будет что-то такая позиция, я сверху, ты снизу, типа, я лучше знаю, как правильно, я тебя сейчас воспитаю, я тебе расскажу, как правильно жить, всегда вот это будет некая такая иерархия, я выше, ты ниже, и я лучше знаю, как жить, и она будет лезть в чужие семьи, говорить, как им нужно жить, как им нужно воспитывать детей, как ей нужно поступить с мужиком, как ей нужно одеваться, как ей нужно краситься, там, будет в прямом смысле лезть во все, вот ей везде нужно быть главной. То есть, я так понимаю, то есть, если я правильно понял, то потребность таких людей, чтобы рядом был кто-то слабее, ну, них, да, либо финансово… Можно вот это постоянное ощущение, я же, я сильная, я сильная, я достаточно, я главная, вот, достаточно ли я главная, а она это понимает на основании рядом с кем-то, сама по себе, сидя дома, она это понять не может. Ну, правильно ли я понимаю, что, допустим, таким представительницам, назовем так, женского пола, то есть, нужен тот, кто будет слабее, да, то есть, опять же, как я сказал, то есть, это может быть слабее в финансовом плане, то есть, я получаю больше, чем подруга, да, поэтому я заинтересован в том, чтобы, опять же, вот мы коснемся, ну, допустим, возьмем успех, да, почему говорят, что нужно менять окружение, потому что в вашем окружении могут быть люди, которые заинтересованы в том, чтобы вы не богатели, да, потому что пока вы получаете меньше, чем они, они на вашем фоне выглядят более успешными. Ну, мы сейчас берем и мужчины, либо это вот, как ты сказал, то есть, может быть, допустим, я замужем, поэтому я лучше знаю, как строить отношения, да, то есть, я всех своих незамужних подруг учу, как строить гармоничные отношения, Хотя, опять же, если копнуть там, может быть, в селью, там, может быть, такие проблемы, да, как сказать, опять же, и слабый мужчина, и то-то, то-то, да, и, опять же, как сказать, вот ради своих детей ты поймешь, да, иногда слушаешь и думаешь, нет, я вот, как вы, не хочу рожать, чтобы потом это понимать. Вот, либо, допустим, там в каком-то плане, да, то есть, либо, допустим, наоборот, она не замужем, и она условно рассказывает всем своим замужним, как классно и круто, и вообще правильно с точки зрения современных реалий быть не замужем, да, то есть такое тоже может быть. То есть это выделение, как бы каждый принимает, я так понимаю, что что-то для себя, то есть на фоне чего я могу выделиться, да, поэтому, если вы понимаете, что, вот, как Сергей сказал, что есть какое-то влезание и покушение на вашу свободу, да, либо навязывание своей какой-то картины мира, либо там своего понимания, да, опять же, я сейчас досталкиваюсь с тем, что даже вот среди женщин у меня была такая клиентка, что вот моя подруга меня постоянно учит, да, то есть, а я говорю, а что она, то есть, как она объясняет это, говорит, ну, она объясняет, что она же хочет мне счастья, она хочет мне, там, успеха, вот, из лучших побуждений, да, то есть, где-то, опять же, там, критикует, где-то, говорит, ты там неправильно поступаешь, да, то есть, и человек вот это подменяет именно такой псевдозаботой, да, если мы вернемся, опять же, вот, к восприятию любви, есть категория людей, которые воспринимают так любовь, да, пока я критикую, да, ну, условно, из любви, да, там, где-то даже задемляю, назовем так, то вот человек понимает, что это некое такое восприятие любви. Отлично, да, те, кто будут смотреть на записи, пожалуйста, напишите, были ли у вас такие знакомые, либо, может быть, сейчас у вас есть такие знакомые, которые периодически хотят, назовем так, причинить вам добро, да, вот давайте будем называть это так, из лучших побуждений. Окей, я теперь, вот, спрошу, все-таки у нас такой личный же, да, взгляд, как тебе, вот, ну, смог бы, комфортно ли тебе, и вот, вот, именно твой мужской взгляд, смог бы ты находиться рядом сильная женщина, насколько тебе комфортно, и, может быть, ты видишь какие-то, не знаю, плюсы и минусы? Сейчас, да, раньше нет, сейчас, да. Да, ты имеешь в виду самодостаточное, да, то есть мы все-таки вот самодостаточное, есть псевдосильное. Не понял, я вопроса, так, еще раз. Я тебе все-таки задал вопрос, начнем с того, что, допустим, если женщина сильнее тебя, то есть, если женщина, вот, мы разбирали, хочет за счет тебя реализоваться, да, вот то, что мы разбирали, да, там, женщина сильнее, принимает ответственность. Псевдосильная, то есть семья, где мужчина слабее женщины, где дети слабее женщины, то есть она принимает решения, она несет ответственность и может быть даже показывает, куда идти и что делать. Для меня такие отношения лично, ты спрашиваешь, как для меня лично, как для человека. Да, 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 конечно. Для меня такие отношения неприемлемы. Мне не нужно, чтобы меня лечили, спасали, говорили, как мне правильно жить и так далее и тому подобное. Окей, тогда вот второй критерий, то есть самодостаточная женщина, которая в правильном ключе является сильной. Прекрасные отношения, прям хочу такие. Она занимается своими делами, я в её дела не лезу, я занимаюсь своими делами, в мои дела не лезет. И мы друг друга поддерживаем, мы вместе умеем проводить время, вместе умеем отдыхать, веселиться, развлекаться, рожать детей, воспитывать. Это просто мечта моя. Отлично, классно. А я тоже поделюсь, да, вот если мы возьмём псевдосильную женщину, я понимаю, что мне это вот, лично мне, то есть это не совсем подходит, да, то есть больше не подходит, потому что у меня есть некое восприятие, скажем так, роли мужчины и роли женщины, то есть в семье, не знаю, в быту, в отношениях, не знаю, в работе и так далее и тому подобное. То есть мне эта картина тоже не подходит, и я считаю, что меня тоже не нужно спасать, не нужно оттянуть, не нужно улучшать, не нужно, скажем так, модернизировать. Да, скажем так, модернизировать и где-то там переделывать, да, то есть я думаю, что я сейчас это очень чётко, скажем так, отслеживаю, и я не против таких людей, то есть я им позволяю, как бы, к этому стремиться, то есть мне это уже сейчас не подходит. По поводу, да, то есть отношений таких самодостаточных, назовем, ну, с двух сторон, то есть это, я думаю, такой некий, ну, пока что, то есть такой некий идеал, потому что нам всегда есть на чем работать, нам всегда есть, где искать точки соприкосновения, где, может быть, найти какой-то условно компромисс, потому что, опять же, многое зависит от воспитания, многое зависит от различных взглядов. Но, как ты сказал, то есть если есть чёткое понимание, опять же, в семье, да, то есть, что сила мужчины проявляется в одном, сила женщины проявляется в каких-то других вещах, да, то есть мы где-то можем эту силу объединять для достижения, там, совместных каких-то целей и задач, где-то реализовывать отдельно свои цели, да, то есть мне кажется, это такие идеальные отношения, которые, ну, лично для меня, то есть мы, опять же, не говорим о том, что есть что-то такое идеальное, лично для меня это является такими правильными отношениями и вот тоже поделюсь когда я готовился к такому нашему прямому эфир то все много тоже тоже почитал то есть у меня есть мастер-классы по поводу опять же тем что в моем восприятии ну как сказать если и восприятие большого количества детей сильная женщина это все-таки по отношению к мужчине где мужчина опять же почему появился сам этот термин сильная женщина то есть ну к мужчине нет применить применимо очень сильный мужчина то есть дисбаланс кажется когда слабый мужчина да то есть нам кажется что что-то уже не то и также все таки что сильная женщина это такое определение которое вот именно показывает что женщина сильная по отношению к мужчине до либо по отношению к окружающим то есть которая проявляет свою силу где-то может быть там враждебно настроены и где-то рядом с ней находится более слабый мужчина потому что опять же чтобы понять кто сильнее бахтерский поединок то есть нужно выявить. Если произошел некий бой, тогда есть некий победитель, тот, кто является более сильным. Поэтому то, что мы озвучивали, я предлагаю женщинам понять, что же для них является силой, чтобы мы такой сленг топим за то, чтобы отношения были гармоничные. И опять же, для каждой женщины важно понять, и прям можете, те, кто будет смотреть записи, взять листик и написать, для меня сильный мужчина это, для меня сильная женщина это. Можете выписать качество, можете выписать внешние признаки, можете выписать какие-то эмоциональные составляющие, какие-то эмоции, которые у этого человека могут быть. И потом можете сравнить с собой. Женщина выписала, что для меня сильная женщина, потом сравнить с собой, и насколько вам это откликается, какое большое количество что у вас вещи, которые перекликаются. И вы будете понимать, опять же, что, допустим, если для вас сильный мужчина, условно, это человек, который выполняет именно физические обязанности, то есть вы уже будете понимать, если вы находитесь на этапе поиска партнера, что вы будете искать мужчину, подходящего под эти критерии. Что он должен быть вот таким-то, таким-то, таким-то. Потому что и так же мужчина, понимая функции женщины, именно в его восприятии, да, то есть и сильный мужчина в его восприятии, мы можем где-то развиваться, заниматься саморазвитием, самопознанием и строить такие гармоничные отношения. То есть, как я сказал, для кого-то сила проявляется в деньгах, для кого-то в принятии решений, для кого-то в гибкости, поэтому у каждого понятие силы может очень сильно отличаться. И вот, если не против, мы все-таки дадим салтанат такое напутствие, давай все-таки скажем, как мы понимаем определение «сильный мужчина». То есть, все-таки было бы странно двум мужчинам провести прямой эфир и не рассказать о нашем восприятии силы мужчины. Я начинаю, да? Да-да-да. Супер. Так, сильный мужчина. Всегда знает, куда ему нужно идти, у него всегда есть цель. У него всегда есть цель, к которой он стремится. Всегда есть какое-то дело, которое он горит. И это дело у него очень важно. Благодаря этому делу он может обеспечить свою семью, своих детей, дать им самое лучшее образование. Не знаю, что там еще надо. Я все-таки за то, чтобы за образование, что нужно научить своих детей, как жить в этом мире. Он будет в том числе тоже заниматься воспитанием детей, но не когда маленький, а когда вот после 11 лет. Он будет участвовать в воспитании детей, он будет однозначно брать на себя максимально всю ответственность. Но самое главное, да, то, что у него будет свое дело, своя цель всегда, к которой он будет идти. Отлично. Ну, мне кажется, классные показатели, классные критерии. Я тоже поделюсь. Для меня сильный мужчина, в первую очередь, это уважение к другим людям. То есть уважение, оно проявляется в том, что сильному мужчине, на мой взгляд, не нужно ни с кем соревноваться, никому ничего доказывать. Опять же, он равно уважает их как более высокостоящих по статусу, не важно, то есть это либо в физическом плане, либо в финансовом плане, либо там в умственном плане. То есть он одинаково уважает их как более сильных, и так и более слабых. То есть это такие условные критерии. Если мужчина достаточно получает, то он уважительно относится к тем, кто не зарабатывает, бездомным. Ветах называется к нижестоящим. То есть уважение. И иногда я советую тоже женщинам, которые приходят на обучение, либо на мастер-классы, и которые спрашивают, а как, допустим, вступая в отношения, понять, что это мой мужчина. Я в том числе советую, смотрите, как он относится к другим людям. То есть если он в кафе орет на официанта, то в какой-то момент, с большой вероятностью, он будет кричать также на вас. Если, допустим, он неуважительно отзывается о своих родителях, то в какой-то момент для него не будет никаких сдерживающих факторов, чтобы, допустим, своим друзьям то же самое сказать и о вас. Поэтому для меня это в первую очередь уважение. Второе, не нужно ни с кем соревноваться, никому ничего доказывать, как ты сказал. Опять же, он уважает свободу целей и планы других людей, даже если это жена и дети. То есть есть понимание ответственности, за что я несу ответственность, какой объем этой ответственности и что, допустим, я буду делать, если я не смогу, допустим, в полной мере выполнять эту ответственность. Как ты сказал, есть, опять же, четкое понимание даже для меня не планов и целей, а именно пути. Как говорят, что у самурая есть путь. То есть не конечная цель, а именно путь. То есть для меня сильный мужчина, и опять же, очень важно, это мужчина, который позволяет себе быть слабым. То есть когда нужно. Я не так давно пришел к тому, что сильный мужчина может сказать о своих слабостях. Сказать о своих каких-то, может быть, там темных сторонах, в том числе признаться своей женщине, либо там жене, с которой он живет, сказать, что сейчас у меня сложный период, мне сейчас, в общем, там плохо, мне сейчас тяжело, мне сейчас, вот как мы говорили, то есть нужна твоя помощь, поддержка, да, то есть это не будет там постоянно, то есть я не собираюсь там каждый день приходить где-то там плакать, но сейчас мне нужна твоя помощь. И в том числе для меня сильный мужчина это все-таки некий такой пример, да, и для жены, и для детей. То есть для меня все-таки сильный мужчина, который показывает, допустим, там своим детям, каким, к чему стоит, даже не каким нужно быть, а к чему стоит стремиться, да, как мы говорили, что, допустим, если отец сам курит и рассказывает сыну либо дочке, что это плохо, то есть, ну, дети это не будут воспринимать. Поэтому для меня вот такие вот критерии силы, если кому-то отзывается, тоже напишите, можете написать, те, кто будет смотреть записи женщины, что для вас подразумевает сильный мужчина, то есть как вы воспринимаете, и опять же очень будет интересно выслушать, как вы относитесь к сильным женщинам самодостаточным, то есть что вы в это закладываете, и встречались ли вы с псевдо-сильными женщинами, которые пытаются реализоваться за чужой, скажем так, счет. Есть ли какие-то слова о напутствии нашим зрителям? Блин, ты меня всегда так врасплох ставишь с этими словами и напутствиями. Надо уже готовиться к этим словам. Можно слово одно, счастье, допустим, мне этого будет достаточно. Ой, я желаю вам не бояться, не считать за слабость, обращаться за помощью к специалистам. Вы же вот ходите к тем, кто делает вам ногти, вы же ходите к тем, кто вам делает массаж. И вот у нас очень многие научились уважать свое тело, но еще мало кто научился уважать свою личность. И я вам предлагаю научиться ой, я сегодня такую классную штуку услышал, что любовь это внимание. Такую фразу, любовь это внимание. И вот когда ребенок чувствует внимание со стороны родителей, он чувствует, что его любят. Когда он видит, что он не интересен, он не безразличен родителям, он не в общем короче когда он чувствует внимание родителей к себе, он чувствует эту любовь. Когда мужчина проявляет внимание по отношению к женщине, женщина чувствует любовь этого мужчину. Ты не самый согласен? Ну я с тобой согласен. И вот когда мы оказываем внимание себе не только к телу, но и к себе как к личности, почему мы так реагируем, почему мы так чувствуем, почему у нас вот такая реакция. Этим самым мы проявляем любовь к себе. Вот я вам предлагаю проявлять любовь к себе. Классно, спасибо тебе. Я тоже скажу несколько слов. Я с тобой полностью согласен. И для меня опять же показатель самодостаточного человека это тот, как я сказал, кто не боится признаться, что мне не обязательно совсем справляться самому и я могу обратиться за помощью. Мужчина конечно же приходит за помощью меньше сил воспитания в силу какой-то подавленной эмоциональной составляющей либо там в силу того, что не поймут не знаю ты пошел к психологу значит ты псих. Я опять же призываю людей вкладывать себя развиваться потому что очень важно помнить, что самый важный в вашей жизни человек это вы. И от того насколько у вас гармоничное отношение с самим собой будет складываться ваше окружение. счастливая семья счастливые друзья и счастливое окружение может быть у человека который сам внутри счастливый и самодостаточный поэтому я советую если у вас есть какие-то вопросы можете обратиться либо ко мне либо к Сергею записаться на консультацию либо просто задать вопрос мы может быть ответим в рамках такой экспресс консультации может быть кому-то не хватает какого-то одного слова напутствия потому что бывает такое что ко мне приходят мужчины то есть мне на консультации где-то подходит им нужно буквально одно слово даже бывает такое что подходит вот у меня сейчас сложности представляешь у меня тоже такое бывает это нормально и людям может быть вот этого будет достаточно на тот момент поэтому инвестируйте в себя помните что есть люди которые могут вам оказать профессиональную помощь то есть опять же вывести вас на сделать более гармоничное отношение вам с самим собой с вашими близкими родными с вашим партнером с мужем с женой а также наводить отношения с детьми ну и показать вам что вы достойны быть счастливым успешным здоровым и самодостаточным поэтому всем желаю удачи на следующей неделе мы пока еще не определились какая тема будет но я думаю что она будет очень-очень интересная всем отличного вечера спасибо кто был с нами и всем кто будет смотреть записи всего наилучшего пока всем пока удачи